Здравствуйте! Новости на телеканале ПС. Прямо сейчас самая свежая и интересная информация в студии Олеся Кокина. В исправительной колонии номер 4, что под Котласом, задержали телефонную контрабанду. Крупная партия средств связи была обнаружена сотрудниками исправительного учреждения. Предприимчивые заключенные ради связи с внешним миром идут на разные ухищрения. Чаще всего мобильные телефоны просто бросают через забор. В этот раз выбрали необычный способ доставки псевдогуманитарной помощи. Тщательно спрятали посылку в строительном компрессоре. Была получена оперативная информация. В ходе ее отработки и проверки выяснилось, что в оборудовании, которое было доставлено в производственную зону, имеются запрещенные предметы. Соответственно, оборудование было вскрыто и информация подтвердилась. Внутри тайника оперативники обнаружили мобильный клондайк, 7 телефонов, 2 сим-карты, 14 зарядных устройств, 26 аккумуляторов, а также различные полезные аксессуары к средствам связи. Компрессор, в котором находилась посылка, сразу вызвал подозрение. При включении в сеть оборудование не работало. А внешний вид устройства не совпадал с описанием, которое сотрудники УФСИН нашли в интернете. При более подробном его осмотре было выявлено то, что кнопка включения была поставлена не в том месте. Поэтому было принято решение распилить его. И вот уже когда распилили, обнаружили там запрещенные предметы. Мобильные телефоны, гарнитуры, сим-карты, батареи для осужденных. По оперативной информации, посылку ждали заключенные, которые трудятся в производственной зоне колонии. Ведется расследование. К другим темам. В Архангельске будет запущен новый жилищный проект. Он поможет решить вопрос с расселением аварийного жилья. Точнее, более эффективно расходовать бюджетные средства, которые выделяются на исполнение решений суда. Детали проекта обсуждались в администрации города. Свыше двух тысяч. Именно столько судебных решений необходимо исполнить администрации Архангельска, чтобы люди получили новое жилье. Пусть не быстрыми темпами, но работа идет. Горожане получают деньги на новые квадратные метры. Однако у городских властей появилась инициатива предоставлять людям готовые квартиры вместо денег, получить которые можно с помощью сертификата. Каждый год муниципалитет предусматривает эти деньги. Мы идем в правительство области, они там что-то нам добавляют в этой части для исполнения судебных решений. Но вот эффективность, как вот с прошлого года меня беспокоило, я не могу померять эффективность, как этот рубль сработал в экономике. Да? Они вроде как выделены. Дальше все. Поэтому и решили уйти вот от механизмов субсидий и перейти на квадратные метры. В остальном процедура исполнения судебных решений останется прежней и также соблюдается очередность, контролируется метраж. Для тех, кто желает приобрести жилье большей площади, можно также использовать сертификат, добавив необходимую сумму для покупки квартиры. Во-первых, это дополнительное привлечение бюджетных средств в экономику города, именно в строительную. То есть потому что именно строительство является локомотивом движения экономики любого города или поселения. Теперь администрация Архангельска и застройщики проведут переговоры с банками, чтобы запустить систему сертификатов как можно быстрее. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. В Архангельской области проходит акция «Вспомни о ребенке за платье алименты». До 1 июня Дня защиты детей судебные приставы работают с теми, кто не желает исполнять свои родительские обязанности. Активная работа, причем не только приставов-исполнители, которые занимаются непосредственно взысканием алиментов, но и все усилия подразделений будут направлены на прохождение этой акции. То есть будет уделяться дополнительное количество автотранспорта. Приставы по ПДС исполнят еще большее количество заявок о приводе должников и ряд других мероприятий. Сейчас у приставов более 14 тысяч исполнительных производств в отношении алиментщиков. Но только 918 должников выплачивают алименты, 760 вообще скрываются от приставов. Уже по традиции 10 молодых северян из разных районов области отправились служить в президентский полк. Это элитное подразделение российской армии, бойцы которого выполняют задачи по обеспечению охраны объектов московского Кремля. Эти парни – будущее элита российской армии. Но пока в это сложно поверить. Команды начальника они выполняют медленно, а строевой шаг им дается с большим трудом. Однако можно уже с уверенностью сказать – ребята быстро исправят все недостатки. Положение обязывает, ведь им предстоит нести службу в самом сердце российской столицы – в стенах московского Кремля. Ну, во-первых, северяне славясь традиционно добросовестным отношением к службе, а в президентском полку там особая служба и особые требования. Ребята после окончания службы обычно приходят с благодарностями, имеют почтение от командиров подразделений. Попасть на службу в президентский полк может далеко не каждый. Целому ряду требований должен соответствовать не только сам призывник, но и его родственники. Первое – это состояние здоровья. Отклонения в состоянии здоровья не может быть ни в чем. Второе – рост должен быть всех юношей не ниже 170 сантиметров. Семьи у всех должны быть полные, образование минимум среднее, не привлекаться к уголовной ответственности, включая их близких родственников – это отец, мать, брат, сестра. Андрей Фефелов – один из тех, кто полностью подошел по всем параметрам. Определение в президентский полк стало для парня приятной неожиданностью. В будущем он надеется связать свою жизнь со службой в силовых структурах. А с военным билетом из такой части сделать это будет значительно легче. К армии отношусь нормально. Служить хочу, потому что все родители, по мужской линии все служили и тоже хочу служить. Это необходимо каждому парню. В армию Андрея провожают родные и преданные друзья. Мама призывника Светлана за последний год отдает на службу родине уже второго сына. Старший сейчас служит на Северном флоте под Калининградом. Глядя на Андрея в военной форме, она с трудом сдерживает эмоции. Мы переживаем, но с другой стороны рады, что идет, не закосил и очень хочет сам служить. По прибытии к месту службы ребят распределят на различные должности. Кто-то из них будет заниматься охраной гособъектов, кто-то будет нести службу непосредственно в почетном карауле у кремлевских стен. А через год они вернутся домой, чтобы рассказать родным о своей службе в элитном подразделении российской армии. Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. Сегодня Международный день музеев. Посетить эти учреждения культуры можно абсолютно бесплатно. А вечером 20 мая в Архангельске в седьмой раз пройдет Ночь музеев. Все выставочные площадки, галереи готовят для посетителей не только экскурсии, но и увлекательные программы и мастер-классы. Не только государственные музеи подключились к этой акции, но и даже школьные музеи, муниципальные музеи. И впервые, наверное, за всю историю даже Федеральный музей Малой Карелы в Ночь музеев с 20 на 21 мая будет на своей площадке основной проводить это событие с привлечением известных групп, музыкантов, творческих деятелей. И к новостям спорта. Архангельский водник вновь оказался в центре внимания. В центре внимания болельщиков на этот раз, которые пришли на традиционную встречу с желто-зелеными. Алексей Карельский продолжит. Сегодня их не разделяет сетка ограждения. Вместо льда и трибун – уютный зал дома молодежи. Здесь и прошла традиционная встреча игроков руководства команды «Водник» с болельщиками ледовой дружины. Была очень важна поддержка нам в конце сезона, особенно, когда будет тяжелое время, такое для нас. Ну и особо говорить нечего. Всем спасибо. Постараемся вас радовать дальше. На встрече подводили итоги минувшего сезона. Говорили о планах на следующий. Самая главная задача – это все-таки постоянное, динамичное увеличение количества болельщиков на трибунах. Второе – это хорошая, качественная, зрелищная игра в исполнении наших хоккеистов. И когда вот этот симбиоз будет с Литвой едино, я думаю, что мы увидим и медали, и кубки, и кучу почестей в адрес нашей команды. После высокого четвертого места в чемпионате России планку опускать не хочется. Успешное продвижение желто-зеленых к вершине во многом будет зависеть от нового главного тренера «Водника» Сергея Лихачева. Попытаемся с командой подтвердить ту игру, те результаты, которые команда добилась, достигла. И не только результаты, наверное, и в игре что-то постараемся изменить, чтобы болельщики получали от игры удовольствие. Лихачев уже стоял у руля команды в сезоне 2005-2006. Тогда «Водник», обескровленный отъездом ведущих игроков «Динамо», едва не выиграл Кубок Европейских чемпионов. Неудивительно, что второе пришествие Лихачева многие болельщики встретили на ура. Сергей Евгеньевич умеет работать с молодежью. Я думаю, что как раз из второго «Водника» у нас появится не только Данил Кузьмин, который заиграл в прошлом сезоне, но и другие ребята подтянутся. Кто-то, возможно, получит свой шанс из-за потери двух перспективных игроков – Павла Пожилова и Максима Анциферова. Болельщики поинтересовались причинами их ухода. Оказалось, на таком решении настаивали сами хоккеисты. В «Бессистем» есть в команде и пополнение. Приходят Роман Казулин из «Казанского Динамо» и Андрей Ковалев – экс-игрок «Байкал Энергии». Лихачев вернул в родные пенаты Дмитрия Логинова. Воспитанник архангельского хоккея последний сезон провел в Енисее. Когда уже будем все вместе тренироваться, там уже будет все видно. Ну, конечно, если подсудить по фамилиям, то команда точно хуже не стала. Это в первую очередь укрепление позиции. Сейчас «Водник» в усеченном составе проводит тренировочный сбор. Впереди отпуск. Полноценную подготовку к новому сезону. Обновленная команда начнет в июне. Алексей Карельский, Денис Личевский. Архангельское телевидение. Это вся информация к этому часу. Не пропустите итоговый выпуск дня в 19.20 на телеканале ТВ-Центр.